Добрый день! Сегодня у нас забавный головоломка бренда Z-Cube, который является магазином головоломок, где я чаще всего и все покупаю. Ну вот они выпустили свой кубик. Давайте посмотрим. Красивая буква Z. Can you do it? Куб для сборок. Опасно. И всякое прочее. Открываем и получаем вот такой вот пазл. Что же это такое? Здесь недаром стоят кубики DNA или ДНК-кубы компании YJ или MoU, точно уже не помню. Вот они, DNA-кубы, которые представляют собой Fischer, мельницу. И опять же, компания MoU анонсировала третью головоломку в этой серии. Это обычный 3х3, типа MirrorCube. Но продажи не оказалось, хотя везде на постерах он был. Поэтому нетрудно догадаться, что кто-то более хитрый и способный этот недостаток закрыл. И выпустил вот такую вот версию 3х3, которая хорошо вписывается в эту концепцию. И по размерам, и по форм-фактору. Единственное, здесь вот такой переходной цвет сделан. Хотя это было совсем и не нужно. Напомню, что вот эта DNA-серия славится тем, что она объединяет себе свойства обычной трешки, твисте куба и еще какой-нибудь головоломки. Соответственно, вот эта, которая новая, еще добавляется MirrorCube. Ну, по сути, можно трешку отсюда убрать. То есть, это твисте MirrorCube. Это твисте FischerCube. Это твисте WindmillCube. Ну и к ним ко всем MirrorCube можно добавить. По сути, твисте MirrorCube из ДНК серии. Вот и получился. Понятно, что собираться он будет, как обычный 3х3. Давайте повращаем. Вращается примерно так же, как вот эти все безобразия. Не очень хорошо, угловато. Белый пластик внутри. И в глазах у вас наверняка уже рябит. Более такой сине-зеленый цвет на толстом слое. И более золотой на верхнем. Ну, а посерединке такой красно-розовый. Вполне интересное решение. Но, опять же, эта модель коллекционная. Сложно в ней, наверное, ничего не будет. Давайте перемешаем, да соберем. Ни разу не перемешивал. Делаю это сейчас впервые. Ну, честно, мне хотелось дополнить коллекцию именно таким кубиком. Который вот в перемешанном состоянии вовсе не кубик. У меня есть обучающее видео вот по этим двум. Но, видимо, по этой головоломке нужно будет записывать отдельно. Ну и, кстати, цвета, наверное, все-таки помогают при сборке. Сразу видим, что синий цвет это низ. А поэтому к нему пробуем какие-то ребра не доставлять. Раз ребро. Два ребра. Ребра, наверное, одинаковые все. Да? Все ребра одинаковые. Это особенность Меррор кубов. Но еще одна их особенность в том, что они все блестят. И очень трудно в них ориентироваться. Собрали крест. Дальше нужно выровнять центры. То есть вот этот центр стоит правильно. Этот нет. Поднимаем, отводим. И подбираем правильную позицию. Нет. Нет. Вот такая. Теперь все хорошо. Продолжаем так со всеми. Есть и четвертый. То есть, как на всех шейпмондах, одни и те же операции. Собрать правильный крест, потом собрать остальное. Вот, самое нутное готово. Правильный крест собран. Ну и дальше. Собираем углы. Можно попробовать делать это вместе с ребрами. Да? Это вполне получается. Можно по отдельности. Так. Вот еще угол. Ставим сюда. Все углы и ребра. Ну, нижнего слоя. Углы и среднего слоя ребра одинаковые. Так. Ну и поделимся, если ребра ставить. Что не очень удобно. Вот так, наверное. Да. Ну, интуитивно. Все собирается. И вот это вот. Нет. Так. Сейчас посмотрим, будет ли это псевдопаритет. Но, скорее всего, нет. Четыре бра не симметричные. Остается собрать ойл-оил. И кубик должен собраться весь. Ну, а здесь мы видим рюмку с блоком. Попробуем ее сделать. Да. Ну, на таких головоломках PLL собирать не требуется. Вот и все. Все, что здесь есть интересного. Головоломка больше красивая, чем интересная. И, наверное, будет для коллекционеров. Стоит недорого. И, скорее всего, это рекламный продукт. То есть, ну, что-то интересное и красивое. В коробочке, на которой написано название магазина. Сайт магазина. Ну, магазин неплохой. В принципе, решение правильное. Мне за это не платили. Это не реклама. Это хитрый ход самого магазина. Продать дешево. То, что имеет твои рекламные материалы на упаковке. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.